Игорь Охлупин родился в семье актера Леонида Охлупина, почетного гражданина Свердловска, в 1960 году окончил высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, ученик Веры Львовой, и в том же году был принят в труппу театра им. В. Л. Маяковского, который в то время возглавлял Николая Хлопков. Дебют, правда, состоялся на телевидении, в телеспектакле «Янтарное ожерелье» по пьесе «Н. Погодина», где начинающий актер стал партнером Юлии Борисовой. Театр И. Ахлупин на протяжении ряда лет играл небольшие роли, нередко без слов, в основном вводы в старые спектакли. Тем не менее, даже в небольших ролях молодого актера запоминали зрители и отмечали критики. Первую большую роль Игоря Ахлупин получил в 1966 году. В спектакле «Царь Эдип» по трагедии Сафокла, его Эдип стал главным достоинством неимевшего успеха спектакля. В 1967 году художественным руководителем театра им. Маяковского был назначен Андрей Гончаров. И очень скоро Ахлупин стал одним из ведущих актеров театра. Среди лучших ролей молодого Ахлупина – Морозко в спектакле «Марка Захарова. Разгром. 1969», ставшим одним из самых популярных московских спектаклей того времени. Актер безупречно органичный Игоря Ахлупин, как отмечала критик Нина Велехова, любит тех, кого играет, и умеет расположить к ним зрителей. Среди лучших его ролей – Сергей Серегин в «Иркутской истории», А. Н. Арбузова, Ираст Громилов в «Талантах и поклонниках», А. Н. Островского, Тригорин в «Чеховской», «Чайке», из более поздних, Фрол Федулыч Прибытков в «Жертве века», и он в «Старомодной комедии», А. Арбузова.